Революционные события последнего десятилетия 18 века очень сильно повлияли на все монаршие дворы Европы. И теперь сама возможность переворота из теории стала реальностью, а степень кровавости и неожиданности этого переворота заставила монаршие дворы подумать о том, что одобренной богом власти наконец нужно задуматься и о нуждах простого народа. Идею свободы, равенства и братства, которую Франция позаимствовала из Древней Дреции, самым лучшим образом выражала одежда в древнедреческом или в древнеримском стиле. Под античность менялись и эталоны красоты. Ностальгия по великим подвигам и героизация прошлого и настоящего отразились абсолютно везде – в живописи, литературе и других видах искусства. В эпоху директории по улицам Парижа начали ходить девушки в платьях с завышенной линией талии. О женщинах начали чаще говорить, что она прекрасно задрапирована, чем то, что она хорошо одета, поскольку эталонный образ одежды античности и особенно Древней Греции и Древнего Рима стали идеальными и для жителей Франции. Белый стал эталонным и для постреволюционной Франции, поскольку самым лучшим образом отражал эстетику Древней Греции и Древнего Рима. Обувь в стиле ампир была вообще без каблука или на небольшом каблучке, с обвивающими изящную ножку лентами, почти как пуанты балерин. Дополняли образ небольшие шляпки, обязательные трости-зонтики и небольшие по размеру веера. На портрете мадам Рикамье Жакалу и Давида мы видим главную светскую львицу Парижа первой части 19 столетия. Это был эталонный образ, которому пытались подражать все девушки Франции начала 19 столетия. Мадам Рикамье держала литературно-политический салон, главный интеллектуальный центр постреволюционного Парижа. Особую роль в моде 19 века играли шали и драпировка, введенная в моду Жозефиной Багарне. Она же ввела моду на тюрбаны, которые теперь украшали изящные женские головки. Сама же Жозефина Багарне получила в подарок от Наполеона из его заморских походов огромное количество шалей. По легенде их число доходило до 400. И каждая из них стоила баснословных денег и составляла целое состояние. Первые кашмирские шали начали производить на северо-западе Индии еще в 11 веке. А в 1805 году в шотландском городке Пейсли были созданы шали, которые станут самым модным аксессуаром всего 19 века. Шали с принтом Пейсли. В России драгоценные шали тоже производили. На мануфактуре Мерлиной создавались шали, которые передавали по наследству как особую драгоценность. И стоили они тоже очень дорого. Идея свободы, равенства и братства, под которой совершалась Великая Французская революция, в итоге трансформировалась в империю и в монархию. И Наполеон Бонапарт стал императором. Очень быстро после этого женщины начали носить огромное количество драгоценностей, которые теперь они совмещали с платьями в античном стиле. И теперь образ в стиле ампир стоил часто дороже, чем платья, которые так осуждались когда-то французской революцией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok